Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор об итальянской карьере Алексея Миранчука. И мы сосредоточимся на ближайшем матче его команды Аталанты, который сыграет против Наполи. В преддверии данной встречи я решил собрать самые интересные комментарии фанатов Аталанты касательно данной игры и касательно возможного участия Миранчука. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас предлагаю вам ознакомиться с переводом этих комментариев, я их зачитаю для нашего общего ознакомления. Друзья, напоминаю, что у меня появился канал на сайте Яндекс.Дзен, где я публикую свои статьи, посвященные футболу, а также иным видам спорта. Здесь вы найдете обзоры матчей, привычные вам переводы комментариев иностранцев, ну и плюс к этому здесь будут различные заметки на актуальные футбольные темы. Поэтому здесь будут самые оперативные реакции на последние новости мирового футбола. И подписавшись на этот канал, вы будете всегда в курсе моего мнения касательно важных футбольных и спортивных событий. Ссылка на мой канал на Яндекс.Дзене в описании. Подписывайтесь и читайте мои тексты на сайте Яндекс.Дзен. Джузеппе Ди Айтуло написал, интересно будет посмотреть на Миранчука. Он забил несколько мячей, но в прошлом туре отдал голевую передачу. Впервые за все время выступлений в Бергамо. Возможно, сейчас он раскроется именно как мастер передачи. Ну, получается, да, в матче с карьерой была первая голевая передача для Леши в итальянской карьере. И, может быть, это будет важным шагом вперед для развития его итальянской карьеры. Джованни Мансо написал, думаю, Аталанта должна побеждать. С нашей мощной скамейкой мы лучше готовы к этому матчу. А вот Наполи потратил силы в Европе и проиграл испанцам. Думаю, нужно активнее использовать свежих игроков, которые мало играли последнее время. Нужно использовать Пашалича, Малиновского и Миранчука. Ну, посмотрим, будут их использовать или нет. Будет интересно посмотреть на этих парней, как они проявят себя в данной встрече. Франко Форте написал в ответ. Пашалич должен выходить в основе. Малиновский также должен играть. А вот Миранчук до сих пор смотрится обособленным элементом от остальной команды. Ну что ж, неприятный комментарий, но отчасти обоснованный. Пока что Миранчуку не хватает сыгленности. Маура Щенату написала. Очень жду бенефиса от Миранчука. Сейчас он набрал отличную форму и готов помочь команде. Поэтому ГАСП мало использовал его в последних матчах. И сейчас у русского много сил. Ну, посмотрим. Действительно, в последнее время Миранчук как-то выпал из основы. Выпал и, в общем-то, из футболистов, которые выходят со скамейки. Из такого оперативного резерва. Поэтому, возможно, сейчас как раз шанс свой и получит. Винченцо Ипполитон написал. Мне до сих пор обидно, что Миранчук, который забивал в каждом матче Кубка, не сыграл ни одной минуты в полуфинальных матчах против Наполя. Надеюсь, это компенсируют в чемпионате и дадут ему шанс. Посмотрим. Тоже очень хочется в это верить. И действительно, Миранчук забивал во всех стадиях Кубка Италии. В одной восьмой, в четвертьфинале. А вот в полуфинальной дуэли с Наполи ему шанса не дали. Обидно. Фред за Рикардо написал. Очень надеюсь, что команда будет активнее использовать резерв. А то Миранчук, Ламмерс и остальные забудут, как выглядит мяч. Ну, касательно Ламмерса, тут не поспоришь. Парень в последнее время вообще почти не играет. Ну и Миранчук как-то в последних встречах тоже появляется очень-очень редко. Будем надеяться, что Гасперини как-то развернется в сторону все-таки своих резервистов. И будет давать им побольше шансов. Луиджи Гестино написала в ответ. Запасные должны показывать себя на тренировках. И тогда Гасперини даст им шанс. Если эти парни мало играют, значит сами виноваты. Ну вот такое мнение. Адреана Оливас написала. Жду победы голов Ильичича и Сапаты. А также фирменного дальнего удара Миранчука, вышедшего со скамейки. Ну что ж, мы тоже будем этого ждать. И Миранчук в этом сезоне уже забивал таким образом, выходя по ходу встречи против Митюлана, против Интера. Возможно, что-то подобное произойдет и в матче против Неаполитанца. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.